На этом уроке мы завершим грамматический разбор суры «Аль-Ади-Ят», начнём разбор последнего айта этой суры «Инна Раббахум бихим яума изин лихабир» «В тот день Господь их будет осведомлён о них» «Инна» — это у нас харфы талкидин у наспин — частица усиления и наспан, т.е. ставит свой «Исм» в состояние насп в винительный падеж, а также свой «Хабр» в состояние Рафа в именительный падеж. «Танцибул Исма в тарфаул хабара» «Мабдима Ал-Фатха с неизменяемым окончанием с Фатха на конце» «Рабба» — это у нас «Исма Инна» — имя поставленное, частица «Инна» в состояние наспан в винительный падеж. «Мансубан би Инна», как мы уже сказали, «Во Ал-Амуту Наспи» — признак «Наспа» в этом имени «Аль-Фатхата-Захирату» «Аля-Ахири» «Явная Фатха на его конце» «Рабба» — это у нас «Мудафы» «Имя Рабы» является «Мудафы» «Первым членом изофятной связки» «Изофятного сочетания» «Или же, как говорят, изофятной конструкции» «Аль-Хау» — это у нас «Домир муттасы» «Слитное местомение» «Мабниву Алла Домми с неизменяемым окончанием с Дома на конце» «Фимахалли Джарин» «Наместь» «Падежа Джар» «Родительную падежа» «Мудафы» «Второй член» «Зафятные связки» «Аль-Мимус Саакинута «Сакуниру» «Нумим» — это у нас «Аля-Муту» «Джами Аль-Музакри» «Признак» «Множественного числа мужского рода» «Бихим, Аль-Ба» — это харфа «Жар» «Предлога родительного падежа» «Мабниву Алла Л-Касри с неизменяемым окончанием с Дома на конце» «Аль-Хау» — это у нас «Домир муттасы» «Нослитное местомение» «Мабниву Алла Л-Касри с неизменяемым окончанием с Дома на конце» «Фимахалли Джарин» «Падежа Джар» «Наместь падежа Джар» «Посредством предлога родительного падежа» «Аль-Ба» «Валь-Мимус Саакин» «Сакуниру» поставлены им на месте под местомение Аль-Ха, состоят в смысловой связке со словом хабир, являющимся хабаром частицы Инна. То есть осведомлен о ком, осведомлен о них. Явма-идзин, явма-эт у нас зарфы заманен обстоятельства времени, мансубан бе хабири нель ваакия хабаран, поставлены, состоя из нас в винительном падеже словом хабир, про который мы уже сказали, что оно является хабаром для частицы Инна. Вааламу-эт у нас бий признак состоя из нас в этом имени Аль-Фатхата-Захирату фи-Ахири-Хиявана-Фатха на его конце. Ва-йома-эт у мудафа, имя-йом является мудафом, первым членом из-за фиатного сочетания. Ва-идз это у нас Исмон-Мабни-Аля-Сукуни, имя с неизменяемым окончаемым сукуном на конце, который из-за встречи двух сукунов, а именно сукуна на конце Идз и Танвина, который на самом деле является сукунируемым нормой. Так вот, из-за встречи двух сукунов, согласно общепринятому правилу, первый сукун для лёгкости чтения, для плавного чтения, заменили на Касру. Значит, Идз в нас Мабни-Аля-Сукуни фи-Махали-Джар-Бель-Мудафи на месте под Джаджар посредством мудафа, то есть слово Йом, ва-идз мудаф, а слово Идз, в свою очередь, тоже является мудаф. Однако мудаф-Илейхи, выраженный предложением, был удалён и заменён Танвином, который так и называется Танвину-Ль-Иваду, Танвин замены, лакинна ль-Мудафа-Илейхи, а ль-Мутамахсила фи-Ль-Джумлати, хузифа, ва-Ульхикаби-Ахири-Ль-Калмати, Танвина-Нью-Самма, Танвина-Ль-Айваду, то есть в основе у нас был Йома-Из-Бу-Асира, из-Юба-Асира, ва-Ма-Фи-Ль-Кубури, ва-Юхасалу-Ма-Фи-Ль-Фи-Судури, и так далее. То есть Аллах будет осведомлён о них в тот день, когда будет изведено то, что в могилах, и будет представлено то, что в грудях. Как мы видим, ради краткости, чтобы не повторять одно и то же два раза, здесь у нас целые два предложения были заменены Танвином заменой. Как видно, польза от этого очевидна. Значит, на самом деле, мы удавшим Иль-Айваду вторым членом из-зафетной связки для ИЗ является это удалённое подразумеваемое предложение, которое мы заменили этим Танвином. Это предложение должно было быть на месте паджа-жар, родительного паджа, ва-Ль-Жумла-тюль-Махавуфату, а-Ль-Махавуфату, а-Ль-Махавуфату, а-Ль-Ан-Хабит Танвины, ви-Махал-Ль-Жар, бе-Идавуфати ИЗ-Иль-Айваду. Дальше. А-Ль-Махавуфату, 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 то есть скользящая, перемешанная лям. Мы подробно поговорили об этом раньше. Мабнио А-Ль-Фатха, с неизменяемым окончанием с Фатха на конце. А-Ль-Хабируфату, это у нас хабару Инна. Хабар частицы Инна, морфуан, поставлено, состояние рафа. У А-Ль-Махавуфату, признак паджа-рафа, именительным паджа в этом имени, адламуту Злахату, а-Ля-Ахилихи, явные дамы на его конце. Ва Инна, маа смеха ва хабариха, частицы Инна, вместе со своим Исмом и вхабаром, жумлету не смеют именное предложение, истинно феют новое, возобновляемое предложение. Поэтому, ля-Махалля хаминал-и-Араби не имеет места в падже. Аллаху А'лам.